Продолжаем наши видеоотчеты с осенней рыбалки на Припяти. Условия для ловли не всегда идеальны. Кусты, трава и другие препятствия могут помешать обловить уловистые места. Конечно, если вы не знакомы с техниками заброса спиннингового удилища. Есть три вида способа заброса спиннинга. Вертикальный, боковой и маятниковый. Сейчас мы будем использовать вертикальный, так как он более мощный, нужно далеко бросать. Вертикальный заброс производится из-за спины и позволяет отправить приманку точно в выбранное место. Главное, чтобы за рыболовом было достаточно пространства для маневра. Такой заброс легко освоить, поэтому его и любят большинство спиннингистов. Второй вид заброса это боковой. Тебе нужно отойти для этого. То есть он используется в тех местах, где какая-то есть помеха именно сзади, чтобы не запить приманку, не оборвать и прочее. Боковой заброс хорош тем, что им можно забросить приманку максимально далеко. Такой способ можно использовать на берегу или с лодки, если по бокам не мешают береговая растительность или деревья. Выполняется он примерно вот так. Спиннинг заводится вбок и хлестким броском переводится вперед. Еще один способ доставки приманки в точку ловли – маятниковый заброс. А маятниковый – это очень мусорный заброс? Да, на малых реках. То есть при ловле в траве. Это так по окнам, когда бросаешь. Этот способ применяется в местах, где нет возможности хорошо замахнуться спиннингом. Смысл маятникового заброса заключается в том, чтобы раскачать приманку с помощью удилища, а затем послать ее в нужное место. То есть недалекие забросы, ну, точные. Чаще всего используют комбинацию нескольких техник заброса спиннинга. Все зависит от условий ловли и навыков рыболова. Я все равно буду использовать боковой, потому что я все равно зацеплю. А пока Юля с Маратом тренировали техники заброса спиннинга, Дмитрий активно джиговал, и его упорство было вознаграждено. Ну вот наша на сегодня первая рыба, словила Дима на виброхвост. Показывай. На паузе, ну, около трех секунд она взяла. В очередной раз на практике проверили поговорку «Новичкам везет». Я поздравляю тебя с почином, надо догонять, правильно? Конечно. С берега будем ловить или на троллинг? Троллинг, конечно. Троллинг. Устроим большую конкуренцию. Диму оставим на берегу, я думаю. Продолжение приключений участников проекта «Получи леща на реке Припять» смотрите в следующих выпусках. Внимание, розыгрыш! Хочешь получить этот спиннинг от компании Абибоки? Присоединяйся к нашей группе, участвуй в конкурсе, и, может быть, именно с этой снастью ты отправишься на свою следующую рыбалку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова